Наше предприятие входит в состав крупного производственного объединения в Кирове, которое занимается производством лекарственных средств. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP, установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. В начале прошлого года мы получили крупный заказ на поставку препарата для лечения животных. Договор мы заключили на два года. Лекарство должен был поставляться в пластиковом шприце объемом 10 му. Реализация заказа на нашем предприятии была, по сути, невозможна без покупки нового оборудования. Мы решили приобрести новое автоматическое оборудование для розлива в шприцы с последующей укупоркой. Укупорка используется для автоматической подачи флаконов и закупоривает горловину флакона резиновыми пробками и алюминиевыми колпачками, а также завинчивающимися крышками. Кроме того, шприцы поставляются в индивидуальной блистерной упаковке. Это необходимо было по сути учесть при подборе машины. Производительность аппарата должна быть не менее 2000 шприцев в час. Я 20 лет работаю на нашем предприятии в должности главного инженера, привык делать свою работу качественно и работать только со специалистами. К вопросу выбора машины для розлива я подошел серьезно. Для поиска оборудования не стал пользоваться интернетом, потому что часто за красивой картинкой скрывается непрофессионализм. Я посетил международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, которое проводилось в Москве. Машин для розлива в упаковке в блистеры было по сути представлено много, предприятий из различных стран мира. Я выбрал три наиболее подходящие моим требованиям машины, взял контакты у представителей предприятий. Выбранное автоматическое оборудование необходимо было по сути согласовать с руководством, а затем заключать договор на поставку. Вернувшись на предприятие, я начал связываться по телефону с представителями предприятий-производителей оборудования. Компания из Германии согласилась поставить оборудование для упаковки шприца в блистер, однако попросила лично приехать и подписать договор. К сожалению, я не мог выехать в Евросоюз, так как у меня не было, по сути, визы, а процесс ее оформления занял бы не менее трех месяцев. Одна компания из Китая выслала каталог продукции на почту, я долго выбирал, но не смог разобраться, сможет ли оборудование наполнять бутылки из пластика, какой допустимый объем шприца. Третий производитель из Краснодара выслушал меня и ответил, что сможет сделать оборудование только через шесть месяцев, ссылаясь на большой объем заказов. Мне пришлось отказаться, так как машина нужна была, по сути, в самые короткие сроки. Договор на поставку шприцев с лекарством уже был заключен и ждать оборудование для упаковки в блистеры мы не могли. Машину необходимо было, по сути, найти, и я понял, что самостоятельно это сделать у меня не получится. Это немного поубавило моей уверенности. Однако тут мне помог менеджер компании из Краснодара, который, в принципе, посоветовал специалиста по поставке фармацевтического оборудования, который, в принципе, смог бы найти другой вариант оборудования. Последовав его совету, я обратился специалисту-посреднику из Москвы. Тогда я еще не догадывался, что поступаю правильно. Менеджер компании выслушал меня, задал несколько уточняющих вопросов по материалу шприца, требуемой производительности, допустимой погрешности дозирования оборудования. Меня порадовал его профессиональный и деловой подход. После предварительной консультации менеджер предложил машину для упаковки шприцев в блистер, а также предложил несколько вариантов их конфигурации. Специалист этой компании выслал на почту видео с предложенным вариантом шприца в блистерной упаковке. Предложенный вариант машины мне понравился, я быстро согласовал его с руководством. Через неделю мы заключили договор на поставку автоматического оборудования для упаковки шприцев в блистер, а уже через месяц после заключения договора, мы получили рабочее оборудование для розлива и укупорки в пластиковые шприцы. Машина работает отлично, сбоев в работе не было по сути. Изначально я скептически относился к выбору менеджера, полагаясь на собственный опыт, однако я понял, что учиться нужно всегда и не бояться доверять профессионалу.